Спорная и весьма необычная ситуация произошла на одной из местных станций техобслуживания. Клиент, забирая машину, врезался в ворота СТО. Ущерба в совокупности вышла приблизительно на 150 тысяч рублей. Кто их должен заплатить? Бампер был расколот надвое. Ну и весь, ну, подчерканный был бампер. Повреждения были на двери. Внутрь ушла дверь немного здесь. Ну и тут моментами была расколота вот эта часть, как крыла, не крыла. Повреждения на фаре были. Владелец Hyundai Сергей и его племянник Евгений перечисляют повреждения машины после того, как на задней передаче она протаранила ворота СТО. Вот этот самый момент зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сергей говорит, что на станцию техобслуживания авто отдавал для замены шаровых и, что более существенно в данной ситуации, тормозных колодок. Но когда стал забирать отремонтированную машину, совершенно не ожидал, что она окажется без тормозов. Начал выгонять машину, значит, тормозов-то нету. Они не прокачанные оказались после замены колодок. Ну и я въехал в дверь вот в эту вот. От столкновения покореженными оказались и машины, и металлические ворота. Хозяину авто ремонт обошелся в 45 тысяч рублей. Замена поврежденной части ворот вытянула на все сто. Пока эти деньги обе стороны заплатили каждая сама за себя, но при этом все рассчитывают на компенсацию ущерба. Ведь виновными в случившемся считают друг друга. Так Сергей уверен, нет тормозов, нет и его вины. Даже в голову такого прийти не могло. И понимаете, среагировать быстро невозможно. Это где-то надо сделать 5-6 надавливаний на педаль тормоза, чтобы они опять восстановились, тормоза. Но я нажимал, как мог, значит, то б я ему и дверь бы, то я эту и вынес бы. Между тем, в СТО позиция противоположная и уверенность в правоте сотрудников станции подкреплена съемками с видеокамер. Их в здании 4. Но вот в этом ракурсе ситуация просматривается лучше всего. Вот клиент садится в машину. Поэтому, когда стопы загорятся, это означает, что он нажал педаль тормоза и включил заднюю передачу. Начинает на тормозах двигаться, потом их отпускает и нажимает повторно на педаль тормоза, уже когда машина врезалась в ворота. Здесь уверены, если тормоза и не сработали после первого нажатия на педаль, то уже после второго машина должна была встать как вкопанная. Просто потому, что у этого Hyundai коробка автомат. А при автомате педаль тормоза выжимается еще до того, как автомобиль трогается с места. Суть в чем? Менялись тормозные колодки. Достаточно один раз нажать на тормоз, на педаль тормоза. Вот это достаточно сотрудники ваши должны были сделать или не должны были сделать? Да, должны были. Они это сделали? Как бы смысл в чем? А смысл в том, повторили на станции, что прокачивать тормоза специально никто не стал. Потому что клиент сам сел за руль и сам их в момент запуска машины прокачал. А делать одну и ту же работу дважды смысла нет. Хочу заметить, все, что вы видите на экране, происходит менее чем за 6 секунд. Среагировать за такое время может разве что суперагент. Но вот после столкновения и работники СТО, и Сергей допустили ошибку. Они не вызвали правоохранительные органы, которые, как минимум, должны были определить, как квалифицировать этот случай, ДТП или нет. Сейчас на станции больше склонны отнести это к дорожному происшествию. И прибавить к заслугам Сергея то, что он самовольно покинул место ДТП. То есть уехал от ворот и вообще из СТО. Сергей же уверяет, что об этом его попросили сами сотрудники техобслуживания. И для этого даже выгнали машину из здания. В общем, разбираться в тонкостях дела предстоит суду. Обе стороны подали друг на друга заявление. Оксана Балун, Ирина Потехина, Анатолий Присич. Новости нашего города. В итоге событие, которое длилось всего 6 секунд, теперь будет разбираться не одну неделю. Но прежде чем суд вынесет свое решение, мы показали видео экспертом. О том, какое мнение сложилось у независимых специалистов, смотрите завтра в новостях нашего города.